В предыдущем видео мы с вами рассмотрели, как применяется первое начало термодинамики применительно к изопроцессам, изотермическому, изохорному, изобарному. И мы говорили о том, что в этом ролике мы будем рассматривать адиабатный процесс. Для того, чтобы рассмотреть первое начало термодинамики для адиабатного процесса, мы с вами должны определиться, что, собственно говоря, такое этот адиабатный процесс. Адиабатным называется процесс, проходящий без теплообмена с окружающей средой. Без теплообмена с окружающей средой. Но, так как у нас отсутствуют, практически отсутствуют абсолютно теплоизолированные системы, то принято считать адиабатными быстро протекающие процессы. Там, где теплообмен просто-напросто не успевает происходить. Не успевает. Но, что мы видим сейчас здесь, на этом слайде? В принципе, мы с вами говорили в молекулярной физике об изопроцессах и об уравнениях, описывающих эти изопроцессы. Уравнение Бойля-Мариотта для изотермического процесса, Гей-Люсака для изобарного, Шарля для изохорного. Подобное же уравнение имеется и для описания состояния идеального газа в адиабатном процессе. И носит это уравнение уравнение Пуассона. Выглядит оно следующим образом. В принципе, основное уравнение, естественно, первое. ПВ в степени гамма равно константа. Все остальные два уравнения производные, которые можно получить с использованием уравнения Бойля-Мариотта. Собственно говоря, что есть буковка гамма? Буковка гамма называется либо постоянной адиабатой, либо постоянной Апуассона. И определяется она как отношение ЦП к ЦВ. Ну и, в принципе, если мы подставим выражение для ЦП и ЦВ, то в результате мы получаем, что это И плюс 2 деленное на И. Можно выразить постоянную Апуассона через число степеней свободы. и говорить, что, опять же, постоянная Апуассона зависит от строения газа. И теперь как же будет выглядеть работа при адиабатном процессе? Ну, в принципе, работа для адиабатного процесса имеется вот такая длинная формула. Но давайте рассмотрим для начала, первое начало термодинамики для адиабатного процесса, как можно еще раз выразить вот эту работу. Итак, в адиабатном процессе дельта Q у нас будет равно нулю. Тогда, если мы вспомним первое начало термодинамики, дельта Q равно А дельта... ДУ плюс дельта А, то так как дельта Q равно нулю, то мы можем записать, что ДУ равно минус дельта А. Или наоборот, дельта А равно минус дельта У. В этом случае, в принципе, лучше написать дельта А равно минус дельта У. В этом случае как раз-то хорошо видно, что работа совершается за счет убыли внутренней энергии в адиабатном процессе. То есть вместо вот этой длинной формулы можно просто-напросто определить работу как изменение внутренней энергии. Работа в адиабатном процессе будет определяться как интеграл изменения внутренней энергии и пополам M на μ R dt. Ну и там в зависимости от того, что будет представлять собой изменение внутренней энергии. Что касается графика, который мы с вами здесь видим. Как вы помните, в начале лекции мы с вами говорили о том, что работа определяется площадью фигуры, ограниченной кривой, характеризующей тот или иной термодинамический процесс. То есть, если я нарисую на одной кривой и за пару, P равно константа, и за терму, T равно константа, и адиобату, Q равно константа, то очевидно, что при расширении газа от объема V1 до V2 минимальная работа совершается именно по адиобате. Адиобате – это самый энергетически выгодный процесс. Хочу обратить ваше внимание еще и на то, что в данном случае в графиках хорошо видно, что адиобата круче изотермы. Именно потому, что там нет потерь на изменения, на совершение работы. В дальнейшем мы с вами будем говорить о круговых процессах. А сейчас мы с вами ненадолго прощаемся и будем рассматривать основы термодинамики на следующем отрезке нашей с вами лекции. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова